Лукашенко сменил главу своей администрации, министра иностранных дел и посла в России. Вот новым главой администрации президента стал Дмитрий Крутой, который был послом в Беларуси в ВРФ. Вот он на фото как раз. Вместо него должность посла занял теперь Александр Рогожник, который был министром промышленности. А главой МИД назначен Максим Рыженков, ранее занимавший должность первого замглавы президентской администрации. На прошлой неделе мы разговаривали о том, что в России кадровые приостановки, теперь вот они начались в Беларуси. Это совпадение? Ну вы знаете, это же Лукашенко опытный, так сказать, опытный, как бы это помягче вырос. Да почему, зачем мягче-то? Опытный мадам, и он не меняет кровать, он меняет девочек. Поэтому, ну нормально, перестает доверять кому-то и понимает, вообще прекрасно понимает, что в любом борделе необходимы перестановки. И он, собственно, этим и занимается. А потом, вы видели, какая у посла челочка? Ну это же, ну это же, вот как с такой челочкой послом в Москве? Ну невозможно же. Я бы только за челочку бы уволила. Тут интересно, что он был послом в Москве, и может быть это как раз не Лукашенко меняет, а именно Путин меняет в Беларуси на тех, кто ему ближе. Ну вы знаете, посольство Беларуси, вот именно Беларусь, я знаю, что Беларусь это правильный государство, а Беларусь я, это там, где Лукашенко. Вот посольство Беларуси на Покровке в Москве, это такой, знаете, очень респектабельный центр. С кафешками, вот знаменитыми этими самыми, тыквенным латой и так далее. И тут такой выходит посол из посольства, идет такой челочкой. Ну разве можно? Пусть я сказал, слушай, ну уволь ты его, ну что ж такое, так позорится. И он мне всю Покровку позорит. Ну а как, а что делать? Приходится. Давайте тогда к тому, что выяснят в Кремле и какие там новые придумывают ценники за контракт с Министерством обороны, потому что уже они переваливают за миллион триста. А вчера Владимир Милов у нас в эфире сказал, что ему прислали ценник из Краснодарского края, то там уже предлагают миллион шестьсот за то, чтобы идти воевать и ехать в Украину, убивать украинцев. А это что, все очень плохо с ресурсами? Ну вы знаете, это очень-очень интересная история, потому что вот статистику сейчас публикуют очень многие независимые каналы и российские медиа, изучать статистику очень интересно. С одной стороны, в нескольких регионах, даже, наверное, в двух десятках регионов, ценник повысился за год больше, чем в десять раз. В десять раз. Где-то начинали со ста тысяч сейчас миллион, где-то начинали со ста тысяч сейчас миллион двести, миллион триста. И это только региональная доплата, только региональная. То есть это доплачивается к тем самым 250 тысячам, которые изначально назначает федеральный центр, и зарплата. То есть это, конечно, огромные деньги, это огромные деньги даже для среднего класса. А для маргиналов, которые прежде всего идут на войну, это вообще деньги за предельные. Но такое не везде. Такое далеко не везде. Нет практически никаких выплат в национальных республиках. Больше всего забирают бурят. Много забирают ингушей. А там нет ничего вообще. Никаких региональных надбавок. Просто идите, как хотите. И ведь идут. И людям достаточно 250 вот этих самых зарплатных. Поэтому, ну, на самом деле, везде и везде очень и очень по-разному. И здесь, конечно, такая соревновательность идёт губернаторов. Кто больше отправит на фронт? И да, берут деньги, просто изгаляются где можно. Собственно, на штрафах берут деньги. Нам много на чём. А те же буряты или те же гуши, ничего, их забрали, они пошли. А вот если говорить о том, что россияне действительно на такие деньги согласны идти воевать, то Путин как долго сможет ещё предлагать именно такой способ мобилизовать людей? Он не готов объявить всеобщую мобилизацию, закрыть границы и действительно отправлять уже принудительно? Пока у него есть бабки, ему совершенно не надо. Пока у него бабки действительно есть. Ну, слушайте, вот в 14-м пакете этих санкций замечательных. Ну, хорошие, да, хорошие санкции, хороший пакет. Но вот там, вот в самом первом, по жиженому газу. Жиженный газ запретили перевалку в европейских портах в танкеры третьих стран. Да, теперь не будут переваливать третьи страны. Так он в Европе останется. Европа будет закупать напрямую. Вот, собственно, эта санкция, по-моему, не очень. По-моему, не очень. По-моему, это прямая поддержка Путина. Поэтому деньги ещё там будут. Деньги Путина ещё будут, пока всё-таки принимаются вот такие пакеты. Нет, там, на самом деле, дальше нормально. Дальше там по российскому свифту запреты, там, персональные запреты, блокировка сайтов пропагандистских – нормально. А вот это вот с жиженым газом, там какая-то вещь, ну, такая двояка, я, как говоря. Но, наверное, это, как объясняет тот же самый Милов, с которым я разговаривал тоже на днях, он говорит, что, скорее всего, это просто подготовка к тому, чтобы с осени или зимой, то есть в конце этого года, в начале следующего, вообще запретить жиженый газ, экспорт жиженого газа из России. Ну, дай-то бог, дай-то бог. А пока не очень, пока вот так. Поэтому, да, деньги у Путина от экспорта прибавляются. Или тот же самый Рафа Зимба, который работает в России все время, он же получает каждый год прибыль все больше и больше, это всегда рекордная прибыль. И вот дело, этот рекордную прибыль, на чем? На Путине, на россиянах. Поэтому он никак не хочет уходить. Но тоже говорят, что в этом году его вынудят уйти. Но пока не вынудили. Пока не вынудили. А это все работает, конечно, на Путина, на войну. И, конечно, деньги есть. Или вот сегодня Бастрыгин, глава Следственного комитета. Это, к слову, где еще брать россиян? Слушайте, это такая цитата, что... Я предлагаю послушать. Я подготовила эту цитату. Здесь нет депутатов в Госдуме, а? О! Будьте добры, если можно, так сходу. А вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, а что происходит в Госдуме? Там вообще кто-то заинтересован в решении этой проблемы, причем принятие новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? Ну, я здесь. И, очевидно, этот вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся. И я лично этим занимаюсь. С большим интересом сейчас слушаю выступающих. И, если вы позволите, после окончания я к вам подойду. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии. Это он потребовал от депутатов Госдуры жестко ограничить количество мигрантов, которые въезжают в Россию. Ну, надо сказать, что он сказал женщине, вообще, конечно, депутату. Ну, она весело хохочет. Ну, хорошо. На самом-то деле, там у него предшествовала цитата про мигрантов. Ну, совершенно роскошная. И вот оскорбление за оскорблением. Причем, знаете, удивительно. Сегодня генпрокуратура потребовала прекратить обижать мигрантов. А то они уезжают, жалуются туда-сюда. И в этот момент поднимается Пастрыкин на этот самый юридический форум и начинает буквально мигрантов побежать. Он что сказал? Он сказал, что 10 тысяч, больше 30 тысяч иностранцев уже отловили. Отловили, как собак, да? 30 тысяч иностранцев отловили, получивших российское гражданство. То есть, это он так уже говорит о своих соотечествиях, что их отловили. И вот отловив их, из них 10 тысяч уже отправили на войну. Судя по всему, остальные 20 тысяч тоже отправят. Но это вот, я так понимаю, за весну. За весну. И он же там дальше продолжает оскорблять. Мы нашли такую фишку, что мигранты стали потихонечку покидать территорию Российской Федерации. Ну, видимо, он сейчас вот наберет всех, кто понаехал. А дальше, дальше начнется мобилизация. Ну, и еще, конечно, тюрьма не закончилась. Тюрьму они придумали, конечно, гениальную вещь. Гениальную. То есть, мы теперь вообще не знаем, что происходит. То есть, они сначала засекретили, сколько они берут из тюрьмы. Засекретили всю статистику. Значит, но потом мы все равно как-то могли оценить по закрытию колонии, по убытию такому регулярному. Теперь они приняли закон, что можно брать людей из СИЗО, которые еще даже не дошли до суда. Подозреваемых, обвиняемых, не говоря уже о подсудимых. И более того, то есть, на человека надели наручники, и дальше ему говорят. То есть, есть официальное распоряжение и от Следственного комитета, и от прокуратуры, что следователь и прокурор вообще все силуики, включая таможенников, включая судебных приставов, обязаны доносить своей, так сказать, к клиентуре. А вот взяли за что-нибудь человека? За переход дороги в неположенном месте. За какие-нибудь таможенные нарушения. И говорят, все, батенька, давай подписывай контракт, давай подписывай, и все, и до свидания. Ну и люди подписывают. Знаете, мне сегодня прислали письмо из тюрьмы Кресты Ленинградской области в Кулпино. Я вам сейчас его зачитаю. Это совершенно поразительно. Сейчас, одну секундочку. Там фонд, который, чат, совершенно такой, ну, тетки, которые обсуждают все, что происходит с их мужьями. Так, и они пишут, что происходит, что завербовано уже 50% заключенных, сидящих в крестах. То есть это заключенные, это не осужденные. Это две тысячи человек. Они уже завербованы на войну. Их же нет ни в какой статистике. Они как должны попасть в статистику? Они же не осужденные, и они не мобилизованные, и они не завербованные с зоны. Как я их увижу, как я их найду? Я вообще не знаю про них ничего. Они же меня не проходят нигде ни по какой строке. И вот, а их две тысячи только в одном изоляторе в Кулпино. Вы представляете? Ну, это, правда, крупнейший изолятор Ленинградской области и Питера. Самый современный, самый новый. Но 50% завербовались. Не хотят идти под суд, а хотят сразу из тюрьмы идти на войну. Вот так. 25 июня состоялся обмен пленными, и домой в Украину вернулись 90 наших героев. Но представитель главного управления разведкой говорит, что этот обмен еще не завершен. Ну, наверное, все-таки хотели больше вернуть домой. Россия, как всегда, что-то срывает эти обмены. Но вот моя знакомая, коллега, она каждый раз ездит на этот обмен, снимает сюжет, и она говорит о том, что если раньше на обменах среди россиян в основном были мобики, то сейчас только одни контрактники. Ну, то есть наемников все больше и больше. Также россияне выучили фразу без комментариев. И все только так ей отвечали, и никто не давал никаких комментариев, ни интервью. Ну, и также она говорит, что среди наших военных, которые были в плену, которые были там в той каторге, нелегко найти тех, кто помнит номер кого-то из родных, потому что они не пользуются комбинациями этих цифр. Ну, вот по поводу того, что там одни контрактники мы уже с вами, по сути, обсудили, а вот то, что у них они не дают никакие комментарии, и то, что они не дают нашим военным общаться со своими родными. Это как понимать? И есть ли тут реакция Красного Креста других организаций? Вы знаете, конечно, Красный Крест на удивление циничная организация. Я на прошлой неделе вместе, собственно, с украинцами, с адвокатами украинскими была, в том числе в Красном Кресте. Мы говорили об этом. Значит, я хочу вам сказать, что работает и хорошо работает. Национальное информационное бюро, информационный центр Красного Креста, он вообще возглавляется сербам, душиным. И он сам прошёл через войну, и всё, поэтому понимают. И эта организация информационная, она существует как бы отдельно от Красного Креста, хотя это подразделение Красного Креста, но это такое независимое подразделение. Ну, так же, как российский ФСИН при Минюсте, да, на самом деле он входит в систему, но там ей особо не подчиняется. Вот так же и там. И вот это информационное бюро работает, и я привезла оттуда цифры, которые абсолютно сходятся с цифрами украинского правительства. Я просто думаю, что источники по этому разные. И у нас такие цифры были, но просто все считают по-разному, но цифры у нас сходятся. Значит, 39 тысяч, 39 тысяч верифицированных сообщений имеется в Красном Кресте, вот в информационном центре Красного Креста. Вот Красный Крест, который обязан помогать украинцам, вот он не работает. А вот тот, который собирает информацию, он работает, работает хорошо. 39 верифицированных обращений о пропаже украинских и военных, то есть военно-пленных, скорее всего, и цивильных заручеников, и пропавших гражданских. То есть верифицированных 39, это когда известно фамилиями отчества, год рождения, место рождения, откуда пропал, при каких обстоятельствах пропал, телефона родственников. Вот это называется верифицированный. 9 тысяч, 9 тысяч точно находятся на территории России. Но это и военно-пленные, и гражданские. И да, и речь идет только о взрослых. Это без детей, это все без детей. И в Женеве не разделяют комбатантов и цивильных заручников. И вот тоже эти 9 тысяч, они верифицированы. Точно находятся на территории России. То есть они пересекали границу. Вот люди, которые занимаются, вот мы занимаемся поисками гражданских, мы знаем о местонахождении примерно 600 человек. Что касается военно-пленных, мы начинаем видеть военно-пленных, тогда, когда они попадают под суд. Их всегда обвиняют в терроризме, в массовых убийствах, в самом-то террористические, экстремистские статьи, вот это вот все. Азов, Айдар, просто военнослужащие, есть просто медсестры. И мы их начинаем видеть тогда, когда их начинают обвинять. И после суда, сколько лет они не получили, совершенно понятно, что это ППЖ, пока Путин жив. Их отправляют в зоны, и вот тогда уже мы начинаем их искать. То есть они становятся нашими подопечными в момент, когда они попали в территорию видимости. Потому что мы не можем, мы не имеем права заходить в колонии, где они содержатся. Туда имеют право заходить только Красный Крест, который вообще ничего не делает. Причём я знаю, что Красный Крест работает в Украине. Работает и работает неплохо. Он работает в Украине с российскими военнопленными. А вот в России с украинскими военнопленными это не работает вообще. То есть вообще совсем. А может это потому, что их уже считают не военнопленными? Я вот тут услышала на федеральных каналах, в вестях Киселёва, говорят, что украинские военно-пленные — это задержанные за противодействие специальной военной операции. Вот золотые слова. То есть на военно-пленных распространяется Женевская конвенция об обращении со военно-пленными 1949 года. А на задержанных за сопротивление специальной военной операции естественно нет. То есть это не имеет отношения к праву, к юриспруденции, к фактам. Никакого отношения не имеет. Значит, Россия. Это же Россия. То есть они самостоятельно придумали какой-то статус и теперь что хотят, то и делают? Да, получается так. Ну, собственно, смотрите, они же самостоятельно придумали то, что это мы обнаружили на фильтрации ещё в 2022 году, когда начали пропадать люди гражданские после фильтрации. Например, идёт семейная пара, муж и жена. Например, жена проходит, а муж исчезает. И он не военный. И мы потом его находим в списках военнопленных. И выяснилось, что российская сторона вот неизвестно с какого дуба рухнула и решила, что все ветераны, военные пенсионеры, военные медики в отставке, они тоже военные. Хотя прописано во всех международных конвенциях и документах, что комбатанты, собственно, военные, это те, кто был с оружием в руках и в погонах на момент начала войны. Если он уволился за день, а уж тем более за год, за пять лет, за десять лет, он не военный, всё. А россияне считают иначе. Им закон не писан. И они считают таких людей комбатантами. Вот как? Вот как? Почему они мариупольскую паспортистку решили, что она комбатант? То, что она работала в отделении полиции, паспортистской, и теперь она военная? Ну, это ещё как-то случай, который как-то можно обсуждать. Военный врач пять лет в отставке. Какого чёрта? Какого чёрта вы считаете его военным? Вот так. На самом деле ещё я, знаете, что ищу сообщения по поводу по поводу Красного Креста. Мне тут прислали москвичи, которые очень интересуются, очень интересуются тем, как работает Красный Крест. Написали, что я сижу на хитхантере, там 27 вакансий в Красном Кресте. 27 только в Москве не заполненных вакансий в Красном Кресте. Зарплата 100 тысяч рублей. Ну, это тысячи евро. А что, кто требуется? Например, координатор по цифровой трансформации. Или, например, координатор по молодёжи в Красном Кресте. Это примерно зачем вам координатор по молодёжи в Москве, в Красном Кресте вы что с молодёжью делать собираетесь? У вас война идёт. У вас идёт война, у вас военно-пленный. Какой, координатор по молодёжи. Вы что, в Кусамол собираетесь принимать? Представляете, вакансия в Красном Кресте, в Российском, координатор по молодёжи. Это что? Да, кстати, тут российские оккупанты некоторые недовольны тем, что их мало кто поддерживает, оказывается, в этой войне. Кстати, по поводу того, почему они всех пишут под военно-пленные, я думаю, потому что много в плену в Украине российских солдат, и им нужно как-нибудь пополнить этот обменный фонд. Так вот, оккупант Бородай тоже пришёл на федеральный канал и говорит о том, что нужно всем мобилизироваться срочно, потому что отдыхают россияне, когда в стране идёт война. Давайте послушаем. Наши ресурсы и резервы, ресурсы и резервы великой страны под названием Россия, далеко ещё не задействованы полностью. Мы их ещё не задействовали. Например, если можете привести пример. Имеется в виду не вооружение, имеется в виду силы общества. А здесь в это время трусами на голове крутят. Правильно ли я вас в данном случае понимаю, что вы говорите, по сути, следующее, что противник переступает одну за одной следующие красные линии, а мы не можем нанести, говорите вы, решающее и быстрое ему поражение, потому что мы как бы одной рукой воюем, а другой вот этот жест, как вы... А другой у нас летоотдых. Жарома-джарома море купаться. В Турцию едем. А кто они в Турцию едет? Вы же понимаете, что у нас элита наша. Ну, я просто как-то знаком с рядом, элитцы, понимаете? Которые сейчас собираются. И где они, как вы думаете? Они поехали в Европу. Они поехали к себе в Америку, ну, там, где у них домики. Ну, куда-то еще. Они поехали в страны, которые, вот, как это называется, несут ответственность. Чего эта элита ездит в страны, которые несут ответственность, например, не в Крым? Там тоже хороший отдых? Надо сказать, что у самого Бородай, как известно, квартира в Дубае. Было по этому поводу большое расследование. Тоже очень интересно, а где же он ее на шакалил-то? На стиральных машинах поднял? Поднял украденных в Украине или вообще что? Или как? Думаю, что что-нибудь посерьезнее. Это, конечно, забавное заявление. Забавное заявление. Всем надо ехать в Крым, по всей видимости, и выкладывать своими телами на крымском пляже что-нибудь такое там, что-нибудь типа Крым – это Украина. Ну, я с этим по-лучшему согласна. Но лучше, конечно, не ехать ни в какой Крым, потому что, действительно, Крым – это Украина. И не надо туда ездить. Езжайте в Сочи, езжайте на Северное море. Показались сегодня пляжи Калининграда. Кстати говоря, тоже, в общем, вполне себе оккупированная территория. Ну, ладно, это послевоенное соглашение. Там забиты пляжи на Бодзавятске. Судя по всему, рванули. Такие рванули из Крыма, из курортов Дагестана, кстати, тоже. Рванули все в Калининград, более безопасные. Ну-ну. А можно еще в Северную Корею? Там же Лавров когда-то подписывал какое-то сотрудничество туристическое. В Северной Корее вообще отлично. По поводу Крыма, то там действительно сейчас сезон туристический поменялся на сезон Хлопкова ТВСУ. И некоторые телеграм-каналы, как вот Кремлевская табакерка, это скорее российская помойка, но все же они написали, что в Крыму и в Севастополе погибли 94 военных в период с начала мая до 23 июня. Такую информацию раскрыли им два источника в Министерстве обороны России. Официально данные не обнародовали, но Андрей Белоусов, это тот, который министр обороны, он поручил не афишировать эту жуткую статистику, каждый раз обещал помолиться за каждого павшего в день похорон. Но и при этом часть похорон, как всегда, прошла в секретном режиме. Ну, действительно, наверное, что-то пошло не так. И единственное, что сейчас может сделать Белоусов, это пойти в церковь и поставить свечку за этих так называемых воинов. Ну, насколько я знаю и, насколько я читала вот эту всю эту информацию, там, конечно же, конечно же, был, знаете, украинский коварный след. То есть это не просто боевые потери, но еще и коварство. Потому что какая-то часть этих так называемых воинов, да, они были коварно отравлены украинскими агентами. Но, судя по всему, люди просто нажрались какого-то коньяка, какого-то псевдоконьяка, который состоял из метилового спирта. Ну, как это, собственно, принято у русского воинства. И, собственно, все. Вряд ли украинские шпионы, привязав там, я не знаю, к ногам метелки, заметая следы, доблестным воинам подсыпают в компот дихлофус. Ну, вряд ли. Я думаю, что здесь в основном, конечно, помимо, конечно, ударов по станции космического наблюдения, еще и российские солдаты сами предлагают максимум усилий, чтобы побыстрее отправиться в мир иной. Но не будем их задерживать. Ну, то, что Крым военная база, мне кажется, сведомым, як мы говорим, россиянам должно быть давно известно, что туда ездить нельзя. И вообще Крым это Украина, и это военная цель нам сейчас его деоккупировать. Но, кроме того, они все-таки продолжают туда ездить, и детей тащат с собой на отдых, а потом обвиняют в том, что мы устроили теракт якобы. Очень странно, что еще распятого мальчика не нашли на пляже. Но, что бы вы, Ольга, посоветовали россиянам, которые сейчас находятся в Крыму? Ну, слушаю, не слушать борода, а ехать в Турцию. В конце концов, слушайте, Турция есть, открыта Юго-Восточная Азия, открыта, действительно, Северная Корея. Тем-то побогаче можно ехать в Сочи и в Алтай, а лучше все-таки включать мозги, включать мозги и, в конце концов, да, отдать Крым назад. Для этого, можно многое сделать, да, хотя бы не принимать в этом участие. Уволиться с оборонных заводов, не пускать своих сыновей, мужей на войну, отцов не пускать на войну. Зачем вам эти деньги? Боже мой, это кровавые деньги. Не надо этого делать. Я понимаю, что боитесь ходить на протесты. Да, мы сами уехали от того, что нас преследовали, да, и, естественно, никто не хочет идти в тюрьме. Понятно, но можно просто не участвовать, и это тоже довольно многое. Просто не участвуйте в этом. Не надо ездить туда, где не ваше. Не надо вербоваться. Попробуйте остановить других, не вербоваться. Попробуйте своих остановить, что не надо. Лучше срок мотать, чем в могиле лежать. Остановитесь. Хотя бы просто остановитесь. Ольга, огромное спасибо вам за ваше мнение, за разговор, за понимание, за то, что вы находите время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня и буду рада в следующей встрече. Вас, друзья, попрошу поставить свой лайк, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей. Всем желаю хороших новостей и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok